М2 Брэдли – это основная боевая машина пехоты, находящаяся на вооружении механизированных войск армии США. На вооружение поступила в 1981 году после длительных испытаний, продолжавшихся с 1964 года. Боевая машина получила название в честь американского генерала времен Второй мировой войны Амара Брэдли. М2 Брэдли – это практически легкий танк. Предназначена для обеспечения транспортировки подразделений мотопехоты на поле боя, введения ими огня с машины и огневой поддержки их в период и после спешивания. Этих машин изготовлено более 6700 штук. Они созданы для противостояния армии еще СССР, и сейчас РФ используют фактически ту же технику. То есть уровень бронирования этих машин позволяет противостоять 30-мм автоматическим орудиям. Все эти годы, начиная с момента сотворения М2 Брэдли, она модернизировалась. На ее базе создана боевая разведывательная машина М3 Брэдли. М2 Брэдли имеет традиционную для большинства машин этого класса компоновку с передним расположением моторно-трансмиссионного отделения, смещенное к правому борту, а слева находится рабочее место механика водителя. Крышка его люк откидывается назад, а на марше может фиксироваться в приподнятом положении. Обзор вперед и слева обеспечивают четыре смотровых блока, а передний может заменяться прибором ночного видения. В средней части корпуса установлена двухместная башня, немного смещенная к правому борту. В ней слева расположено рабочее место наводчика, а справа командира. Для обоих предусмотрены люки с откидывающимися назад крышками. Причем крышка люк командира установлена на специальной рамке и может подниматься вверх для улучшения обзора. По периметру командирского люк установлено семь смотровых блоков, по периметру люк наводчика три. Башня имеет подвесной полок, а боевое отделение отгорожено десантной, перегородки с проходом. Десант в составе шести человек расположен следующим образом. Двое у левого борта по месту механика-водителя, двое у правого борта по башне, двое у кормовой аппарели. В обычных условиях посадка и высадка осуществляется через дверь в аппарели слева. В крыше десантного отделения есть люк с откидывающейся крышкой. Корпус и башня в Брэдли изготовлены из листов алюминиевого сплава, лидированного марганцем, хромом, магнием и цинком. Впереди и по бортам применен сэндвич с стальным экраном 3х32 мм плюс динамическая защита. Это в комплексе обеспечивает достаточную защиту против снарядов малокалиберных орудий. Дно машины для защиты от мин также усилено стальным листом. Дополнительная защита корпуса в передней проекции обеспечивает отбойный щит для отражения волн на воде. Ходовую часть и опорные катки прикрывают броневые экраны, нижняя часть которых для облегчения технического обслуживания отбрасывается на петлях вверх. Основу комплекса вооружения БМП составляет 25-мм автоматическая пушка М242 с внешним приводом автоматики, обеспечивающая быстрый переход с одного типа боеприпасов на другой. Боекомплект пушки состоит из 900 снарядов, 300 из которых, обычно 225 осколочно-фугасных и 75 бронебойных, снаряжены и заключены в башне, а еще 600 находятся в боеукладке в корпусе БМП. Предусмотрены три штатных режима ведения огня. Одиночными выстрелами или очередями с темпом стрельбы 100 и 200 выстрелов в минуту. Максимальная техническая скорострельность пушки – 500 выстрелов в минуту. Пушечный бронебойный подкалиберный снаряд выстрела М791 при массе 137 грамм имеет начальную скорость 1335 метров в секунду и на дистанции 1000 метров пробивает гомогенную стальную броню толщиной 66 мм. А на дальности 2500 метров способны пробить броню, даже БМП-3, не говоря уже о всевозможных БТРах, вплоть до 82. В боекомплект входит выстрел М792 с осколочно-фугасным трассирующим снарядом. С пушкой спарены 7,62-мм пулемет М240С с боекомплектом 2340 патронов, из них 800 снаряжены в ленты и уложены в магазинные коробки башни, остальные находятся в корпусе. С левой стороны башни находится двухзарядная пусковая установка ПТКР БГМ-71 ТОВ, закрытая бронированным коожухом. В походном положении она прижата к борту и прикрыта спереди брони щитком. В боевом положении поднимается электроприводом в горизонтальное положение. Угол вертикального наведения пусковой установки от минус 20 до плюс 30 градусов. Перезарядка производится через верхний люк десантного отделения. Возимый боекомплект, семь противотанковых ракет, две на пусковой установке и пять в укладке десантного отделения. На М2А2АДС установили боевую информационно-управляющую систему, которая позволяет обмениваться информацией с разведывательными спутниками и всеми подразделениями, имеющими аналогичные устройства. БМП также получил лазерный дальномер с дальностью действия до 10 километров. Кроме того, боевые машины оснащены тактической навигационной системой с GPS-приемником. М2А2АДС имеет установленную цифровую систему ориентирования DCS. Защита БМП усовершенствована инфракрасной системой пассивной защиты от ПТРК. Обновленная версия Брэдли оснащена тепловизором, что дает серьезное преимущество над российскими подразделениями, избегающими боев ночью. А также системой контроля огня, идентичной той, которая установлена на танках М1А2АБРАМС. Кроме того, в этой комплектации изменена организация пространства в десантном отделении. Вместо индивидуальных кресел, там установили две скамьи на три сидения каждое. Опыт показал, что это позволяет десанту быстрее покидать БМП.